Да, ебать его в рот, блять. Каждый день будут выходить серии, посмотри. Так что подписывайся, чтобы не пропустить. А я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. Знаешь что, по классике сейчас смотрим с вами вместе членджлог, потом ездим по системам. Сразу говорю, что более подробный обзор каждой системы по типу работы, гонок, будут в отдельных роликах. Поэтому приступаем к членджлогу. Знаешь что, первое, это добавленная новая работа на железных дорогах. Эксклюзив для Rage Multiflyer. Ну да, я их еще, кстати, нигде на серверах, вообще в Rage не видел работу железных дорожников. Добавлено 10 разнообразных кастомных рейсов, которые точно не дадут вам заскучать. То есть работу на железных дорогах, то есть машиниста, мы посмотрим в следующей серии более подробно. И где-то через месяц, я думаю, я набью 10 уровень и посмотрим, стоит ли там работать или нет. Естественно, мы не смогли обойти классику. Товарные поезда это то, что вас ждет в начале своей карьеры на железных дорогах. Далее вам станут доступны все те же таверники, но совершенно с разными грузами. От природного газа и нефтопродуктов до состава Министерства обороны. Естественно, мы добавили также пассажирские перевозки на ЖД. Вам придется потрудиться на данном маршруте, так как есть станции для остановок, где вам придется контролировать двери состава и открывать их с нужной стороны. На вершине карьеры машиниста на 10 ранге вас ждет целая инфраструктура метрополитена. Вы сможете управлять составом метро и выполнять пассажирские перевозки по Лос-Антосу. На данной работе не получится работать без внимательности, усидчивости, короче, да. Второе. Это добавленная работа в пожарном департменте. Департмент сразу такой, а инглиш вообще бой. Департамент. Первая работа, на которой потребуется запасаться инвентарем. Огнетушитель, огнеупорная одежда, респиратор и каск. Без этих предметов ваш персонаж будет уязвим к очагам возгораний на вызовах. Это очень важно и необходимо для безопасной работы с огнем. Тушить пожары можно двума методами. Первый и самый очевидный огнетушителем. Он тушит любой очаг, который вашему персонажу доступен. Для более трудодоступных очагов вам потребуется пожарный расчет грузовиков, который оснащен водяной пушкой. Тушить пожар не получится, если рядом с вами не будет хотя бы одного пожарного расчета. Вот это я чуть не понял, конечно, но это все разберем. По количеству разнообразных миссий это лидирующая работа на сервере. Мы добавили 105 разнообразных сцен с огненными бедствиями по всему игровому миру. Вряд ли вы сможете заскучать. Кстати, это первая работа, где вы можете кооперативно и вместе выезжать на вызовы. Третье. Добавлена система уличных гонок. 12 уникальных гоночных сессий, которые содержат в себя еще более 30 разнообразных маршрутов. Никаких чукпоинтов, только старт и финиш. Наличие денег не спасет тебя от проигрыша. Скилл, удачный автомобиль, чип, знание игровой карты, ну и конечно же фортуна твоей путеводителя в этом мире уличных гонок. Вы можете создать свою уникальную гоночную сессию от двух до шести участников. Минимальный взнос, который вы можете организовать символически всего лишь 100 тысяч рублей с одного участника. А максимальный 1 миллион. По результатам заезда победитель забирает весь банк. Также добавлена система барбершопов. Теперь вовсе не обязательно делать пластическую операцию, чтобы изменить волосы на лице и прическу своего персонажа. Дособно к изменению прическа, цвет волос, борода, усы и брови. Рядом с магазином масок добавлен магазин сумок. Сумка является аксессуаром, для нее сделан новый слот в инвентаре. Жалко, что она не расширяет инвентарь. Дополнительный контент к обновлению. Включили зиму, долгожданную многими игроками. По скриптам. Обратите внимание, из-за зимы немного поменяется физика транспортных средств, что логично. Зима в этом году будет недолго, так что не переживайте, сейчас просто наслаждайтесь. Мне кажется, до конца январьских праздников, либо до конца января максимум. В магазине смотря Вер добавлена зимняя мужская одежда. Добавлены новые диски Брабус, добавили елку в центре Лос-Антоса, елку на ИКХ. Изменили ход под новогоднюю тему. В этом обновлении мы исправили огромное количество транспортных средств. F10, F13, M6, M4, F82, M5, E39, M3, F80, M5, F90, KS, M5, F90, Ferrari 812, Superfast, Panamera, M2, Cheron, E60, GTR, Priora, RS6. В старом и в новом кузове. Заменили и хендлинг, и улучшили физику, и разгон, где-то пофиксили модельку. Короче, много чего сделали. Также добавили тюнинг на транспортные средства. Toyota Supra A80 добавили, винил и обвес. Mark 90, Mark 100 и V-Class 447, который есть у меня. Также из игры забрали три автомобиля. BMW M8, Ford Focus RS и Mercedes GTR, который купе, который кабриолет был. Знаешь что, MG GTR поменяли на MG GTR Black Series, добавили MG One Mercedes, Mercedes-Benz C63 S купе, старый. Ну, вернее, самый новый, но дорез. GLS M8, но мы сделали Grand Coupe, который четырехместный. Bugatti Viron, Bugatti Atlantic, Nissan Skyline в тридцать втором кузове, Nissan 370Z, Toyota Camry XV70 и Ford Focus 3 RS. Фух. На этом с ченжелогом все. Я думаю, надо приступать к работам. Поедем сейчас посмотрим, как там вообще все выглядит. А более детальный обзор работ будет уже в следующих сериях посмотреть. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. По классике сначала, как я говорил, поедем по работам. Потом в конце посмотрим автомобиль. Если вам неинтересно что-то смотреть, вы можете сразу перемотать. Использовав тайм-коды, которые есть в описании ролика, либо прямо на ролике. Так что можете тыкать и смотреть. Знаешь что, первая работа... Подожди, а если мы заедем в барбершоп? И он далеко. А, вот он. Ну, теперь давайте поедем к барбершопу, потому что там недолго. А, вот, елка. Мы же возле самой елки, капец. Смотрите, какая она красивая. Мне кажется, в прошлом году она такая же была или нет? Я просто, если честно, не помню. Мне кажется, она повыше была. А может, такая. А, короче, да. Вот такая очень красивая елка. Вот здесь все. Смотри, мне кажется, такая же. Мне кажется, реально такая же. Раз, два, три. А, вот здесь, смотри, сколько их. А, есть, бля. Что-то я сразу не заметил. Просто возле моего бизнеса тоже барбершоп есть, но что-то он не рабочий. А, мне же не барбершоп, мне же тату-студия, бля. Ну, тату-студия, мне кажется, тоже будет. Значит, вот садимся. Ох, ебать, а что у меня возле глаза? Ебать, у нее ножницы, ты что гонишь? Растительная столица. А где у меня брови? Никто мне не подскажет вообще. А, вот, значит, мы крутим и выбираем, что мы хотим. Пустота волос. А, да, даже так. Ничего себе. Сколько? 210 тысяч за брови? Я понял. Или это только что? А, это все, да? Понимаю. Стрижка, стрижка, например. Хочу, хочу, хочу. Например, вот эту. Блядь. Нет, не надо стричь. Не надо стричь. Не надо стричь, блядь. Не надо стричь. Алло, я тебе согласен. Я не давал, сейчас еще лям снимет. А, или она просто показывает. А, она просто показывает. Фух. Ну, кстати, прическа достаточно красивая. Но, ебало, я 500 тысяч за это платить. Все, уезжаем нафиг отсюда. О, розовый роз-ройс, моя тема. Теперь точно едем к работам. Знаешь что, мы приехали на работу. Ух, емать, здесь лагает. Мне кажется, надо будет добавить... Уф, смотри, сколько поездов, ебать. А можно запрыгнуть? А не эти... Коллизия есть у них или нет? Можно чисто запрыгнуть и на поезд... Ебать. Ты смотри, какой товарняк ты ж угонишь. Он через всю карту... Подожди, а если я так проеду? Понял. Нельзя. Наверх. Окей. Я понял. Только это... Швейня какая-то, если что. Вообще-то вот сюда заходить надо. Значит, работа на железных дорогах. Окей. Вы хотите начать карьеру на железных дорогах? Данная работа требует усидчивости. Ну, это я понял, да. Вы... Вас приняли работать. Получил рабочий планшет. Нажимаю F5 и выберу свой первый маршрут. F5. Начать рабочую смену. Возьми маршрут, а не планшет F5. Какой маршрут, блин? А, вот появились. 93 тысячи. И, короче, нам вот так нужно ехать. Я так понимаю. 60 километров. 60 километров. Ну, такое. Типа... Разгоняется быстро. От первого лица не врубить. Жалко. А... А ничего, что у меня метка там стояла, а я направо поехал каким-то раком. Семафор красный. Это ты хочешь сказать, что мне надо было подождать... Вы привезли скоростной режим, предупреждение. Сейчас я этот поезд, блин, вообще... Я, короче, сейчас этот поезд нафиг с дороги снесу. Ну, поеду прямо, нет? Все, искрит. Давай, давай, давай. Короче, там был семафор красный. Так понимаю, мне надо было подождать, чтобы стрелку перевели. И тогда, мне кажется, бы все работало. Смотри. Ну, да. Я заблокировал тебя на одну минуту. Да, пошел ты, знаешь. Да, пошел ты. Сначала завершите смену. Это в смысле... А, ну да, давай, закончите смену. Все. Пошел ты. Короче, пацаны, подробный обзор мы посмотрим в следующей серии. Работа пожарником. Да. Да, погнали. Вас приняли работать в пожарной департамент. Да почему я хочу сказать департамент? Департамент, блин. Алло, Эван. Это что, какие-то трубы? Окей. Магазин инвентаря. ПД. Огнетушитель. Пять тысяч. Не, спасибо. Маски. А, это то есть мне покупать надо. Ладно, 10 рублей. Не жалко. Головные уборы. 39. Верхняя одежда. 77. Штаны шорты. 58. 58. И обувь. 19. Ой, зачем мне две обуви? Сапоги пожарника, сапоги пожарника, сапоги пожарника. Все, мне не нужно. 203 рубля лук пожарника. Короче, ладно, еще купим огнетушитель. Совершить покупку. А, это наверное на один раз. Хотя 200 рублей на один раз. Ну, типа недорого. Да. А, вот это плохо. Потому что износ добавляется. А износ это капец. Ну все, ебать. А, вон пожарник. Готов тушить ваши буканы. Ф5. Взять пожарную машину. Это бабки, да? Средний оклад за один очаг 93 тысячи. Запросить актуальную информацию по вызовам. Сначала начните смену. Понял. Запросить актуальную. Вы должны в свой... Понимаю. Взять пожарную машину. У меня бабки не снялись. На карте появляются активные пожары. Будь внимательнее. Окей. Значит, Ф5. И запросить. Ох, ебать. Горим. Ох, ебать. Ну давайте так, чисто для приличия. Вот к этому поедем. Ебать. Ты шо, кран? Надо это, надо чип ставить. Ты видела, как он валит боком? 70-80. И еще боком ставит. Смотри. Смотри, 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 смотри. Блин. Вот это фура. Вот это фура. Это я понимаю. Давай. А, только не тормозить. Нихера. Э! Пожар тырят! Ты че? Это... Еще один при... Бля, застрял. Это... Это че такое? Это че за красная дичь? Вот это че за красная дичь, пацаны? Можете написать мне в комментариях. Типа, на что она влияет вообще? Я так понимаю, этого пожара уже нет. А нет, есть? Стоп, а где пожар? У меня кажется, сначала нужно как бы завести баг фикс, а потом уже вот это все проверять. Где пожар? Как пожар? Эй, привет, я был подписчик. Блядь, я обосрался. Закончить рабочую смену? Спасибо. Натушился. Обидно то, что нужно переодеваться и херить свою одежду. Если угодно, там донатные, вот это все. Я не знаю, как за это пацаны оценят. Но если, конечно, это работа выгодная и хорошо оплачиваемая, то типа без проблем. Но если это говно, то не идите всегда. Гонки, что у нас по гонкам? Гонки раз, это третий. Вот первые гонки. Вторые, третий, четвертые, пятые, шестые, седьмые, восьмые, девятые, одиннадцатые. Стоп. Девятые, десятые, одиннадцатые, двенадцатые. Окей, давайте тогда... Подожди, зачем мне нужна эта летная школа? Давайте поедем на вот эти гонки. Хотя бы посмотрим интерфейс какой-то. Потому что на гелике ехать гонку как бы по снегу не то. Да, вообще не то. Посмотрим хотя бы как это выглядит. Ага. Здесь ты можешь начать гоночную сессию. Встаньте на маркет для создания гоночной сессии. Бро, гоняйся в игре, а не в реальной жизни. А здесь неинтересно. Ну, я, например, приехал, встал. И что дальше? Ну, аж, е, посигналить, альт. Может выйти просто нужно, а? А, да, реально. Укажите вступительный взнос. Ну, да, мы типа платим деньги. А, еще версия 1.0. Мне кажется, это тупо. Типа, минимум 100 тысяч, максимум лям. Было бы лучше, когда каждый игрок вписывал, насколько он бы хотел. Там на 100 тысяч, на 200 тысяч, на 5 тысяч, на 8 тысяч. Это тупо. И, короче, на дороге спавнятся такие желтые метки. Вас тп, а это вы гоняетесь. Если я найду скриншот, я вставлю, как это плюс-минус выглядит. Здорово, братан. Мне нужно, короче, Adidas. Я пока что не открываю. Будет очень офигенно, если они добавят мешок Деда Мороза в честь Нового года. Будет прям вообще офигенно. А, да? Да? Донат получается. Знаю, что, Найки, Найки. Сколько? Лям 200. А, собственно, где она? А, поясная сумка, понял. Ее не видно. По ляму. Рюмзаки, которые нихера не дают. Чистота красива. Сбоку. Суприм по 450. Ой, интересный рынок будет. Это что? Это типа бананка. Не знаю, не нравится мне вот это все. Это 600 тысяч, 610. Ну, Смотра знает, как выдуривать из игроков деньги. Они там говорили, что добавили новую одежду в Смотровер. Я не знаю, вставлю я этот ролик или не вставлю. Если что-то найду. Ну, поехали, посмотрим. Но, сразу говорю, Смотровер, это донатный магазин. Продавец одежды. Здесь можно купить одежду. Окей, головные уборы. Кипарики. А, я не помню, вот это все было, да? Вот это все было. Значит, есть тогда. Да, короче, пацаны, я вот так пролистаю. Может, вы что-то найдете. А, они говорили, должны добавить эти зимние пуховики. Пуховики, вооо, 600 тысяч за что? Дааа, короче, я не модник, ух ебать, красиво, кстати. Ну, паховик, как-то смотрится, паховик, ну да, паха от слова. Ну, как-то так смотрится себе. Пальто, пальто стильно, дорогое, богатое. Вот такое пальто я бы прикупил. 600 тысяч, конечно, не особо хочется тратить. Ну, да, это все, что добавили, реально, только пальто, сумки и все. Все, возможно, еще зимние штаны, подштаники добавили, нет? Ну, что, пацаны, остался всего лишь один пункт. И этот пункт называется автомобили. Так как мы находимся недалеко от автосалона Mercedes-Benz, мы отправляемся прямо туда и смотрим новые тачки. Вы знаете, что, автосалон Mercedes-Benz мы забегаем. Очень, кстати, много Mercedes-Benz добавили в этом обновлении. Знаете, что, смотрим, AMG GTR есть здесь 12 миллионов. Я думал, кстати, это будет лимитка. Но, такой AMG GTR, ну, 12 лямов. Если честно, был кабриолет, был какой-то эксклюзив. Считайте, Ferrari кабриолет и GT, и вроде все. А так, осталась только одна Ferrari. Ну, он достаточно красивый, но в прошлом, мне кажется, нравился больше. Хотя, фиг знает. AMG One. Есть он здесь или он в мажорном автосалоне? Это было бы тупо добавлять его в мажорный автосалон. Ну, как бы, в принципе, как я и полагал. Может, это лимитка вообще. Mercedes-Benz C63S. Вот. Всего лишь стоит 5700, достаточно недорого. Скорость 295 км в час. Что хуже банана. Как бы, на целых 5 км в час. А стоит, кстати, дешевле банана. 5 мест в багажнике, 66 литров. Mercedes GLS. 15 миллионов. Достаточно большой. Еще на него присутствует тюнинг. Mercedes-Benz C90 едет и 70 литров в бак. 15 мест в багажнике. И моделька красивая. Мне нравится. Значит, что, по Mercedes-ам все. В следующий отправляемся, как бы, автосалон элитных автомобилей. Выходим здесь сразу. Такая Ferrari стоит. Может, прикупить следующие серии. Еще номеров на нее повесим. У меня есть. Не тот, что мы покупали в прошлой серии. AMG One. 195 миллионов. Скорость 400 км в час. Объем бака 90 литров. Мест в багажнике 2. Мне кажется, кто-то из разработчиков просто Forza 5 переиграл. И решил добавить его сюда. В принципе, выглядит в красном цвете охуенно. Купил бы я... Нет. Bugatti Atlantic. 360 миллионов. 440 она едет. 100 литров в бак. 2 места в багажнике. И вот такие вот двери интересные. Если честно, она мне вообще не нравится. Прям говно. Конечно, на вкусе цвета варя еще нет, но не нравится. Veyron 92 ляма. Еще где-то как-то приземленно. Хотя брать Veyron, который едет 397 и 192. Либо брать Chiron, который... Где этот Chiron? Где Chiron? Bugatti Veyron. Вот Chiron 120. Едет как бы 410. Всего лишь там на 13 км больше. Переплачиваешь 30 лямов. Он новее. Ну блин, я бы Veyron сделал подешевле, мне кажется. Вот такой вот Veyron приму в дар за пиар. Ну и как же без BMW? Каждое обновление должно быть связано с BMW 100%. И они обновили M8, как многие просили. Чтобы не была вот так колхозная на расширениях, которая купешная. А добавили Grand Coupe, которая четырехместная. И сколько она стоит? Где она вообще? М6 вот. M8 F93 Competition. 11500 Grand Coupe. Ну что-то... Купе, мне кажется, просто купе смотрится попиже, чем Grand Coupe. Но это чисто так же. Тридирки. 330 она едет. 70 литров в бак. Типа Ешка и F90 будет попиже. Автосалон японских автомобилей. Добавили, по идее, три автомобиля. Camry. 70-й кузов. Стоп, она же была, нет? А, это в МТА она была. Здесь нету было. Короче, 3100. 260 она едет. Обесы доступны. Тоже на нее. Можно сразу мне Skyline, пожалуйста, 32-й. Lamp 100. Вот так он выглядит. Прикольно. Ждем еще 33-й Sky. Lamp 100 стоит. Едет 240, серьезно? 670 в багажнике, 55 литров. 240, ну блин. Мало что-то. И последний автомобиль это 370Z. Вниз, сразу он идет. Неплохой такой. Не, ну вы серьезно? Типа за 2 200, 240 км в час получаем? Не, ну это бред. Это бред. Еще на него обвесы даже недоступны. Типа сразу вниз мы лови. И хватит. Последний автомобиль, который мы еще не посмотрели, это Ford Focus RS 3-го поколения. Так что отправляемся в этот автосалон. Знаешь что? Автосалон мультибрендовый. Мультифрукт, мультивитамин. И Ford Focus, где он? Ford, Ford, Ford. Стоп. А, вот. 2 700. Новое поколение. 245. 62 литра бак. Ну, нет. Типа те, кто любят фокусы. 245. Но если добавили фокусы, добавляйте, тогда уже как бы Golf 7-й R. Допа оборудования. Есть. Здесь добавили новашку тюнинг. А, передний бампер. Сколько, сколько? 500 тысяч. Это топкар? Это же топкар. Главное не купить. Главное не купить. Если я куплю, я же такой буду. Ладно. Жопа. Ну, жопа встает агрессивно, я согласен. Можно типа чисто жопу добавить. И все. Давай добавим. Главное не оплатить. Пороги. Ага. Ага. Это уже лямб 260. И спойлера. Серьезно, да? Ну, кстати, спойлер. Подожди, у нас такой был. А что становится? А, убирается антихром и значки. Ну, кстати, спойлер можно поставить на стандартную вешку. Добавить. И все. В итоге вешка становится вот такой вот, конечно, фатешный. Охрененно. Ну, короче, передний бампер мне чуть не особо зашел, если честно. Все, кроме переднего бампера. Но стоит полтора ляма внешка. Ну, а что? А у меня на этом все. Я надеюсь, тебе этот ролик понравился. Мы с вами посмотрели все работы, все цены на тачки, весь тюинг, всю новую одежду. Пиши обязательно в комментариях, как тебе новые обновления. На смотре. Если честно, я ожидал чего-то большего. Типа, мы столько ждали обновления, хотелось бы что-то новенькое. Они добавили по факту две работы, пару аксессуаров, пару тачек за миллиард и тупых тачек, которые не едут. И все. Ну, и хендлинги починили. Окей, на этом спасибо. А, и конкурс будет. У меня же конкурс перед Новым годом. Еще конкурс будет. Так что, я думаю, там внизу кнопку уже красную надо бить по ней, чтобы она обязательно стала серой. Также жми в колокола, чтобы не пропускать мои новые ролики. На этом все. С тобой был Аван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.